В эфире программа события в студии Павел Баймаков. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. 3 миллиарда рублей инвестиций. Перспективы сотрудничества обсудили самарский губернатор и глава французской компании Schneider Electric. Парад Победы в Самаре. Журналистам рассказали, как город готовится к торжествам. Что покажет двухмесячный тест-драйв. В Самаре испытывают новый трехсекционный трамвай производства Екатеринбургского завода. Закатать в асфальт на улице Земница продолжается комплексный ремонт дороги. Четверть века в борьбе с безработицей государственная служба занятости отмечает юбилей. 3 миллиарда рублей планируют вложить французские инвесторы в развитие самарского производства электрооборудования. В Самаре расположено крупнейшее в России производство компании Schneider Electric. И сотрудничество с нашим регионом инвесторы планируют развивать. Детали обсудили на встрече губернатор и руководство компании. По данным экспертов, более трети электротехнической продукции в России делают на самарском заводе электрощит. В ближайшее время предприятие должно значительно увеличить мощности. Год назад в Самаре приступили к строительству нового завода, где будут производить энергоэффективные и надежные трансформаторы с сухой изоляцией. Это один из ключевых проектов электрощита и компании Schneider Electric. Именно на Самару делают ставку французы. Здесь открыт и Международный инжиниринговый центр, где разрабатывают проекты для России, стран СНГ и даже Африки. Уже в этом году на электрощите собираются внедрять технологии, которые позволят получить результат в импортозамещении. «Продукт, который вы производите, это будет российский продукт. Снайдер-электрик, но произведенный на территории России. Есть сейчас все основания для того, чтобы более активно начать двигаться вперед. Мы заинтересованы крайне в трансформаторном заводе. Он был как можно быстрее там построен. Что касается основной площадки, там тоже, видимо, придется какие-то вещи модернизировать». В планах работы Самарского электрощита в направлении экспорта инвесторы планируют вложить в развитие производства 3 миллиарда рублей. «Несмотря на санкции, все наши цели были сохранены. В 2016 году мы собираемся инвестировать в Россию около 4 миллиардов рублей. Из этих денег 3 четверти, то есть 3 миллиарда, мы собираемся выделить именно в развитие наших мощностей в Самарской области. У нас много амбиций по поводу Самарской площадки. Мы хотим, чтобы Самарский электрощит стал лучшей компанией группы «Шнайдер Электрик». «Лучшей компании нужны и лучшие сотрудники», утверждают инвесторы. «Новый завод» – это около 500 рабочих мест, которые должны занять талантливые и грамотные специалисты. Тут как нельзя кстати усиление самарских вузов, с выпускниками которых планирует сотрудничать компания. Марина Кравцова, Алексей Золотенков, События. Губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с главой Сызранского района Анатолием Дулиным. Ее главной темой стала трагическая гибель замначальника штаба областного главка МВД Андрея Гошта и его родственников. Напомню, ЧП случилось в минувшие выходные. В ночь субботы на воскресенье неизвестные убили шесть человек, пока люди спали. Выжила только семилетняя племянница Андрея Гошта, которая в тяжелом состоянии сейчас находится в больнице. Накануне в Сызране прошло прощание с полицейским. Организацию похорон взяло на себя областное правительство. Кроме гибели полицейского, губернатор и глава Сызранского района обсудили развитие системы здравоохранения, спорта и образования. А также вопрос завершения строительства центральной районной больницы и капитального ремонта школы в поселке Сборный. Анатолий Дулин доложил Николаю Меркушкину о социально-экономическом развитии Сызранского района готовности к предстоящим праймерис и консолидации на территории муниципалитета команда губернатора. Улетное 3D-представление, концерты, возложение цветов и, конечно, парад победы. Все праздничные выходные в честь 9 мая будут насыщенными. Самарцам покажут документальный фильм, посвященный запасной столице и судьбам фронтовиков. Как распланировать праздники и увидеть все самое интересное, знает Валерия Макарова. 8 мая центром всех праздничных событий станет Площадь Славы. Около Вечного Огня сотни школьников принесут клятву патриота перед колоннами ветеранов Великой Отечественной войны. Здесь же в 5 часов самарцам покажут документальный фильм о военном Куйбышеве «Запасная столица». Программа продолжит выступление творческих коллективов, а в 10 часов вечера начнется кульминация этого дня. Здание областного правительства станет огромным экраном для 3D-представления о военной жизни Куйбышева. А после здесь покажут фамилию каждого самарца, кто ушел на фронт, но так и не вернулся. Их более 200 тысяч. На это уйдет вся ночь. И все это время здесь будут нести вахту памяти школьники, студенты и военные. Масштаб или форма, которая будет представлена, я пока вот так аналогов таких не знаю. Потому что нам удалось найти базу вот всех фамилий, лиц, которые погибли непосредственно, то есть не пришли с фронта. По масштабу не будет уступать прошлому году и парад победы. Впервые в нем участвует женский сводный расчет. Их готовность на одной из последних тренировок главнокомандующий похвалил и поставил некоторым в пример. По площади Куйбышева 9 мая пройдут более 2000 военнослужащих и свыше 70 единиц военной техники, в том числе авиация. Удалось привлечь к прохождению, получается, все регионы, где дислоцирована 2-я армия. То есть мы здесь и с Оренбургской области, и с республики Башкортостана при зенитной ракетной бригаде. И, соответственно, естественно, никуда мы не уйдем от Самарского гарнизона. Репетиции парада все желающие смогут увидеть 4 и 6 мая в 19.00. Генеральный прогон 7 мая в 10 утра. В День Победы попасть на площадь Куйбышева можно будет только по пригласительным. Как обычно, придется пройти через рамки металлодетектора. Но уже вечером проход на праздничный концерт откроют для всех желающих. Традиционный салют на набережной начнется в 22.30. Четыре орудия дадут 30 залпов. Обещают, что продлится фейерверк не меньше 10 минут. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События. Для ветеранов великая отечественная череда праздников уже началась. Для них дали концерт в Самарской филармонии. С предстоящим Днем Победы ветеранов поздравила и Марина Матвейшина. От воспоминаний детства этой женщины леденеет кровь. В 13 лет Людмила Ковалева попала в немецкий концлагерь. Вместе с другими детьми она ткала на фабрике одеяла. Мучительный голод, невыносимые условия и постоянные побои еще не самые страшные. На ее глазах фашисты заживо похоронили ее отца вместе с другими партизанами. Они рыли и ров, и в ров руки назад, и бросали, засыпали. И земля дрожала три дня, пока они там задохнутся. А эсэсовцы стояли, и наши полицаи, и охраняли, чтобы кто-нибудь бы помогли, чтобы не вылезли. Ужасно, что я видела, не дай бог никого. Вот сейчас мне уже 85 лет. Вот я здесь. У каждого из сидящих в этом зале судьба, достойная трагического фильма. Но в преддверии 9 мая их сердца переполняет не только горечь, но и радость. Они смогли, отвоевали, победили. Ветеранов Великой Отечественной войны чествуют в Самарской филармонии. Об их подвиге вспоминают не только перед Днем Победы. В городе работают десятки школьных музеев боевой славы. Совет по патриотическому воспитанию молодежи. В прошлом году реконструирован Парк Победы и воздвигнута Арка Победы. Вся эта работа направлена на то, чтобы подвиг, совершенный в год Великой Отечественной войны, как можно дольше жил в наших сердцах и душах. Чтобы никогда, ни минуты не было сомнения у нашей молодежи в том, что необходимо беречь завоевания, которые были достигнуты в те трудные годы, и сохранять целостность нашей страны, ковать ее единство, формировать ее мощь и быть сильным, процветающим государством, сильным, процветающим городом. Сегодня говорить о том, что есть история, наверное, мало, потому что есть биографии конкретных людей, которые мы с вами сегодня должны изучать. И вот это вот надо обязательно прививать нашей молодежи нашим школам. Сегодня все для них, ветеранов войны. И самые искренние слова благодарности, и подарки, и праздничный концерт. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов, События. Закатать в асфальт. Комплексный ремонт дороги на улице Земица в самом разгаре. Рабочие завершают укладку первого слоя. Второй планируется положить в середине лета. За ходом работ наблюдал Сергей Кизоркин. Холодное фрезерование, битумная эмульсия, выравнивающий слой. И на десерт щебеночно-мастичный асфальтобетон. По такой технологии в Самаре вот уже пять лет закатывают новые дороги. Сегодня на очереди улица Земица. Она соединяет поселок Чкаловский с остальным Керовским районом. Дорога уже давно находится в зоне внимания губернатора и Министерства транспорта Самарской области. Не за горами чемпионат мира по футболу 2018 года. И город-организатор должен предстать перед гостями во всей красе. Объем работ впечатляет. Только в этом году в работе 26 улиц общей протяженностью около 30 километров. Ремонт коснется всех, без исключения районов города. К реконструкции подошли по-хозяйски. В зависимости от автомобильного потока работы ведутся в разное время суток. Здесь нет большого движения общественного транспорта и грузовых автомобилей, с зищем и работой можно проводить в дневное время суток. В центре города работы проводятся преимущественно в ночное время, чтобы не создавать проблем для движения автомобилей в городе. Качество выполненных работ проверяют вручную. За техникой идет контролер с инструментом. Брак исправляют на месте. Проверяется ровность дорожного покрытия с помощью так называемой универсальной дорожной рейки Кондор. Специалист идет, где обнаруживаются какие-то, допустим, просадки или неровности с помощью добавки определенного количества асфальтобетонной смеси. Эта неровность устраняется, заново закатывается. Эта технология ремонта в Самаре уже себя зарекомендовала. По ней приведены в порядок улицы Огибалова, Спортивная, Ульяновская, Вилоновская и Самарская. Срок службы по гарантии 5 лет. На ряде участков комплексно отремонтированы улично-дорожные сети, где этой весной были выявлены гарантийные дефекты. Подрядные организации уже приступили к ремонту. Сергей Кизоркин, Станислав Левин. События. Первый раз в первый рейс. Новый трехсекционный трамвай испытывают в Самаре. На этот раз он пришел к нам с Урала и с Екатеринбургского завода. Отечественная новинка будет ходить по 20 маршруту от улицы Фадеева до Чапаевской. Пассажиры могут оставлять свои отзывы в книге, которая находится в салоне трамвая. Срок тест-драйва в Самаре – два месяца. На новеньком трамвае одной из первых прокатилась Валерия Макарова. Серо-бело-оранжевый, непривычный для самарских трамваев цвет, привлекает пассажиров. Некоторые в него садятся просто из любопытства. Кто изготовитель? Я говорю, что делает Екатеринбург-Урал, все очень удивляются. То есть этот вагон считается новым. Некоторые мальчишки даже специально к нам посмотрели по пребывалкам, к нам пошли сюда посмотреть, что за вагон. Кондуктор рассказывает, довольна в первую очередь бабушке. В трамвае ни одной ступеньки. Он полностью низкопольный. В него легко не только зайти, но и перемещаться по салону тоже удобно. И кроме того, это одно из требований ФИФА по перевозке болельщиков. Очень комфортно, нам очень понравилось. Тебе понравилось, Игорь? Очень современно. Соответствует таким европейским всем видам транспорта. Очень тоже понравилось. Вид европейский, а начинка почти вся российского производства. Электрооборудование управляется с помощью бортового компьютера. На дисплеях водитель видит все, что происходит с трамваем. Здесь четыре видеокамеры. Здесь открывание двери. То есть двери сейчас открыты. Если я их закрою, здесь вот показывает, что сейчас двери все закроются. В зеленый цвет все закрыто. Тормозная система полностью исправна. Все, что нужно для водителя, для пассажиров здесь есть. У трамвая непривычная передняя часть, так называемая маска. Она плоская, а не выпуклая. Сидячих мест здесь 46, а всего в трамвае могут проехать 210 человек. По вместимости это меньше. Например, трамвая Метелица, однако и стоимость его ниже. Да и трамваи Уральского завода самарским специалистам уже знакомы. У нас есть опыт эксплуатации 45-х вагонов. То есть конструктивно они немножко похожи. То есть я думаю, нам будет легче, чем, допустим, Метелица обслуживать и так далее. Движение машины обеспечивает 8 тяговых двигателей с индивидуальным приводом на каждое колесо. За счет такой конструкции удалось сделать низкий пол по всей длине салона. Максимальную скорость, которую может развить вагон, 75 км в час. Чтобы снять эти кадры, мы проехали за трамваем весь его маршрут. И не раз, стоя на очередном светофоре или перекрестке, позавидовали его пассажирам. Стоит признаться, этот трамвай мы ловили полгорода. Идет он довольно быстро. Так что, наверное, пора пересаживаться на трамвае и не стоять в пробках. Валерия Макарова, Максим Гусев, События. Сидеть, сложа руки, это не про них. Жители одного из районов Самары, чтобы решить проблемы своего двора, дошли до главы города. Точнее, мэр сам пришел к ним. Разговор получился конструктивный. На встречу побывала и Валерия Макарова. По явлению мэра Самары в своем дворе жители не удивляются. Его здесь ждали. Проблем, о которых хотят рассказать лично, в 13-м микрорайоне накопилось немало. На небольшом участке расположились и детский сад, и школа, и больница. Здесь каждый день ходит много детей. Родители боятся за их безопасность. У нас с детям невозможно идти спокойно. У нас получается, что дети ходят по проезжей части, по дороге, которая ведет от Георгия Димитрова до Старозагоры, а машины стоят все на тротуарах. По поводу того, чтобы нам как к садику подойти, потому что здесь машина, дождик, снег, грязь. Это все мы будем мыть с детьми, лужи, мы все будем грязные. Может быть, здесь запас фактировать площадку, приблизить, сделать карман. И грязи не будет. Лучше сделать карман. Можно отсыпать грануля там в зиму. Он нормально, он склеится в июле здесь, встанет. А на следующий год тогда в рамках ремонта внутрикварталки уже нормальное покрытие сделать. Дорогу пешеходам на тротуарах преграждают и незаконные гаражи. Впрочем, за них уже взялись. 29 декабря был полностью обход всех массивов гаражей. Мы все зафиксировали. Направились в Солодовнику по регламенту по нашему 683-му. То есть все списки. Есть и кадастровые планы, это все. Сейчас ждем от них ответы. Секретов не будет, собственно, установлено. Это по нашему регламенту. Все объявление и поскольку убираем. Активные жители встречи и в целом остались довольны. Главное, что наконец на свои вопросы получили прямые ответы от руководства города. Валерия Макарова, Станислав Левин. События. А теперь коротко о других темах дня. Въезд Самары со стороны Южного шоссе сегодня утром был парализован. Перед кольцом на пресечении Суральска загорелся автобус. Автомобилисты пытались объезжать вместо ДТП по квадрату Яицкое Рябиновое Приозерное. В итоге автобус сгорел дотла. По словам очевидцев, люди, которые находились в транспорте, не пострадали. Также с утра пробка образовалась на пересечении Мичурина и Полевой. Две газели столкнулись на трамвайных путях, заблокировав движение в оба направления. 1 мая, в день весны и труда, горожан и гостей Самары ждут на набережной. С 11.30 на второй очереди в районе памятника Засекину откроются развлекательные информационные площадки. Ярмарка вакансий центра занятости, пункты по набору персонала ведущих предприятий. В 13 часов пройдет праздничный митинг, а после в небе над Волгой развернется красочное авиашоу. Врачи советуют самарцам на майские праздники соблюдать осторожность. Растет число сезонных травм при садово-дачных работах, пилки дров и опрыскивания деревьев. Помощь врачей в больнице Ярошевска на минувших ходах потребовала с 86 пациентам. Они получили повреждения от попадания в глаз веток и опилок. Каждый четвертый пострадавший ребенок. В пятницу 29 апреля на дороге Самары выйдет спортивный трамвай ЦСКА. Курсировать он будет по 18 маршруту. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день ЦСКА празднует день своего рождения. С одной стороны трамвай будет украшен фотографиями известных спортсменов клуба, многократных победителей Олимпиад и чемпионатов мира. С другой стороны разместятся портреты молодых самарских армейцев. К пятнице в регионе похолодает до 11 градусов, сообщают синоптики. В ночь на четверг 28 апреля столбик термометра опустится до 50 градусов. Днем потеплеет до 13,18. В ночь на пятницу 29 апреля температура опустится до 2,7 градусов. Днем температура составит 11,16. Дождя не обещают, но ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сотрудников службы занятости отметил эффективное участие центра в федеральных программах. В минувшем году региональная служба занятости получила один из самых крупных бюджетов в рамках реализации федеральной программы снижения напряженности на рынке труда в Самарской области, отметил Олег Фурсов. Мир глазами ребенка с помощью обычных красок и мелков запечатлен на бумаге. Организаторы городского фестиваля изобразительного искусства подвели итоги. Фантазии о космосе, будущей профессии, кино и родной Самаре разглядывала Юлия Черняева. АПЛОДИСМЕНТЫ Какой он! Мир глазами ребенка. Непременно яркий, красочный и по-детски наивный. Я художник, я так вижу. Отсюда и забавные марсиане, похожие на муравьев, и бравый военный с голубыми глазами, и неведомые космические дали невероятных цветов. Техника называется гротаж. Сначала мы рисовали пусковыми мелками, потом наносили гуашь черный, потом царапали зубочисткой. Фестиваль изобразительного искусства «Мир глазами ребенка» проходит уже в седьмой раз, по два этапа – районный и городской. В этом году на конкурс было подано почти полторы тысячи работ. Итог – 116 финалистов и 19 призеров. Все они – воспитанники детских садов Самары. Основная цель данного фестиваля, конечно же, это создание условий для развития творческих способностей детей. Работы все нестандартные, все работы креативные, и поэтому для нас ведь самое главное – стимулирует интерес детей к самовыражению. Работы победителей можно увидеть в коридорах 78-й школы. Они вызывают неподдельный интерес учащихся. Ну а дошколята из 183-го детского сада удивили нашу съемочную группу своей поделкой. Мы до конкурса сделали кинокамеру. Она из коробки под обуви и штаканчика. Юлия Черняева, Дмитрий Мешканцов. События. В Самарский зоопарк прилетел аист. Дальневосточные леопарды Фелиция и Хан стали родителями в четвертый раз. Для животных, находящихся в зоопарке, это редкость за радостным событием наблюдали наши корреспонденты. Им всего полтора месяца, но вес, как у взрослой кошки. Как и все малыши, маленькие леопарды живут по особому расписанию. Они всегда с мамой чат. То есть у нас есть родильное помещение специально для кошек. И вот они там с мамой играют, чат. То есть кормит она их сама. Но они мясо уже начинают пробовать. Мама им подтаскивает. Этих котят просто так на руки не взять. Характер не позволяет. Да и острые когти отобьют любое желание поиграть. Но дети с восторгом встречают новорожденных хищников. Они маленькие, красивые. Зубы большие. Думала, они будут побольше. Они такие маленькие. Я бы погладила. У леопардов все, как у людей. Пара формируется по принципу. Любит, не любит. И на всю жизнь. Фелиция и Хан вместе уже 4 года. За это время в их семье родилось 6 котят. Они уже отправлены в другие зоопарки. Куда поедут эти малыши, пока не ясно. Чистокровные дальневосточные леопарды занесены в Красную книгу. В дикой природе их осталось всего 80. Сергей Кизоркин, Илья Овсяников, Максим Гусев. События. Тысячи любителей футбола со всего мира на самой большой площади Европы. Площадь Куйбышева как место официальной фан-зоны утвердила Международная федерация футбола. Здесь с 14 июня по 15 июля 2018 года пройдет фестиваль болельщиков FIFA. Площадь Куйбышева максимально соответствует всем требованиям по безопасности, доступности, транспортной инфраструктуре. Фестиваль сможет принять около 35 тысяч болельщиков. Главным событием станет прямая трансляция матчей чемпионата мира по футболу. Игры будут показывать на огромном экране. Частью фестиваля станут концерты и спортивная программа. Сейчас разрабатывается концепция футбольного праздника. О других новостях спорта расскажет наш обозреватель Сергей Кизоркин. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит вы смотрите Самарские новости спорта. Стрелок Евгений Ищенко выиграл первенство страны. Самарские баскетболисты первые в регулярном чемпионате молодежной лиги. Дзюдоисты разыграли медали областного чемпионата. Областной чемпионат под дзюдо прошел в Самаре. На татаме вышли мужчины и женщины. Более 60 спортсменов претендовали на медали. Кроме наград дзюдоисты боролись и за место в сборной команде региона. Впереди у атлетов участие в чемпионате по Волжье и России. Баскетболисты Самар СГУ провели заключительные матчи регулярного чемпионата молодежной лиги. Команда дважды переиграла «Саратовский Автодор» 62-55 и 65-63. Самым результативным самарцем стал нападающий Даниил Синегубов. 36 очков в двух поединках. В итоге дебютант Лиги Самар СГУ выиграли чемпионат, обойдя фаворитов прошлого и этого сезона в ЦСКА и Химке, многие игроки которых выступали во взрослой Единой и Евролиге. Впереди экономистов ждет финал. Турнир пройдет в МТЛ-арене. Самарский стрелок стал чемпионом России в Краснодаре в личном зачете. Юниор Евгений Ищенко настрелял на золотую медаль с 10 метров из пневматической винтовки. Мастер спорта международного класса в финале набрал 208 очков. Второе место у кандидата в мастера спорта Дениса Гончаренко из Белгорода. Бронза досталась мастеру-международнику-москвичу Владиславу Фетисову. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова